здравствуйте дорогие зрители моего канала с вами светлана романова и сегодня хочу немножко рассказать о себе как о художнике и о своем образовании также может быть несколько слов вообще как я сейчас смотрю на образование художника я родилась в ленинграде как тогда он назывался сейчас это санкт-петербург и всю жизнь в общем-то и училась и живу в этом городе ну всю жизнь почему потому что все таки я куда-то выезжаю путешествую поэтому в жизни есть какие-то и другие впечатления от других городов и других мест я риса начала рисовать потребность у меня такая возникла самого детства то есть я помню себя рисующий еще в детском саду вот и видимо как-то это заметил заметили мои родители и в основном в какие-то кружки меня отводил отец и он со временем отвел меня в кружок который был во дворце пионеров но поскольку я еще раньше начала танцевать занималась хореографией и шести лет с детского сада меня водили на хореографии в тот же дворец пионеров то есть я туда то в один кружок бегала то в другой но на самом деле мечтала быть балериной в детстве поэтому к рисованию как-то так как профессии такой мечты не было вот но тем не менее все время рисовала и в кружок ходила там у нас такое было в общем-то детское рисование на самом деле в кружок китая находила года два а танцевала гораздо дольше вот так что не знаю может быть была подвижным ребенком но дома все равно для себя что-то рисовала почему-то с кружком не сложилось хотя был очень хороший преподаватель но там не было никакой академической школы в школе там 6 лет просто мы рисовали различные картинки но я помню мои работы вешали где-то в доме пионеров на выставке и приходили родители им это нравилось но мне это кажется что как-то папа начинал гордиться потому что он вообще не ко мне так серьезно не относился в этом плане а ну с его же слов преподаватель сказал что нет вот у меня хорошие работы и в общем то тогда отец стал покупать материалы как-то чуть чуть более серьезно к этому относиться и даже носил мои рисунки которых все-таки было достаточно много своим друзьям художником один был инженер и на заводе у них были художники и они как потом оказалось оклеивались те стены своей мастерской моими работами именно ну не знаю может быть кнопочка вы прикрепляли мне так казалось что там даже они были так намертво прикреплены вот один раз я оказалась в этой мастерской и увидела целую стену со своими работами и была несколько удивлена отец мне показал как-то мне это запало чтобы надо же вот художники такие взрослые дяденьки и вот мои работы почему-то у себя вешают думаю интересно вот и все-таки рисовать я любила делал какие-то альбомы рисунки но все это было так очень по-детски и помню на даче мне одна знакомая вдруг сказала что она поступила в художественную школу с там соседка вот и не мысли запала что надо же оказывается есть какие-то художественные школы то есть ну как я не ходила ни в какие специализированные школы вот какие потом музыкальные бывают вот и моя мама разузнала опять же у какой-то своей знакомые это и посоветовал городскую художественную школу в санкт-петербурге которая находилась тогда на канале грибоедова но то надо было ехать на метро мы также ли не совсем в центре вот я туда взяла нас какие-то свои рисунки и мы с мамой поехали там был преподаватель смотрелся работы всех художников георгий николаевич антонов сидящий в своем кабинете покуривая он уже был в годах вот помню что своих своих рисунков помню что у меня была какая-то нарисованная кенгуру и какой-то пейзаж морской я тоже наверно с какую-то книжку это детская энтипалопедия была я срисована я на самом деле не было уже тогда на лет 11 вот ну сказал что да вот и занимайся ты поставь натюрморт готовься к экзаменам что-то мне такое объяснил ну я совершенно как-то по-детски в родители не составляли я я тоже ничего там не готовилась никаких особо может быть что-то какую-то с книжки опять вазочку порисовала эти все дело закончилось вот и через год я вспомнила что это какие-то экзамены наверно или что-то такое она взяла какую-то свою вазочку и поехал опять художественную школу оказалось что в этот же день прямо в этот же день начинается экзамен вот ну дико сказал ну вот у нас уже экзамен иди я говорю я не знал у меня даже нет ни карандаша вот ни резинки я не готовилась даже мама не знает что я так уехала поздно вернусь он говорит ну решай сама карандаш я тебе дам вот резинку я тебе то ну я пошла на экзамен приехала сразу пошла что-то рисовать усмотрела там по сторонам я как-то не помню что я сильно боялась не знаю не было какого-то страх но что-то я там нарисовала вот как в итоге я таки поступила в эту художественную школу и отучилась с 12 до 14 лет да там у нас были уже достаточно серьезные занятия мы уже там изучали там перспективу учились писать акварель у нас была лепка которую тоже вела замечательная преподаватель наталья натэлла иванович кнес выпусками выпускницы мухинской академии так когда называл часто институт академии имени штиглица оставала и штиглиц советские времена была переименована ну и история искусственно то есть это уже такое образование было достаточно полноценное и в общем то я втянулась и мысли о том что заниматься профессионально искусством ну как-то уже более серьезно поселилась в моей голове тем более что я уже не танцевала то есть балерина я оказалась так себе я даже поступала в вагановское училище на то ли я блинчики часто ела то ли все-таки каких-то действительно ну серьезного стремления может быть у меня такого и не было я так была увлечена танцами вот поэтому да надо было искать другую тропу вот и я выбрала рисование после ну то есть мы заканчивали как бы не полную среднюю школу это тогда было восемь классов и после восьми классов можно было это уже были и два года обучения в художественной школе какая-то была база неплохая можно было поступать среднее училище серого но были какие-то реставрационные училищей было и училище при заводе лфз где роспись по фарфору ну то есть вот наши ребята которые учились в нашей группе в художественной школе ну кто-то дальше заканчивал школу а кто-то уже выбирал для себя другие пути я решила попробовать в училище серого тогда она называлась поступить на отделение живописно-педагогическое а сколько живопись я любила вот ну и поступила поступила и далее училась четыре года то есть я закончила уже свое первое образование 18 лет вот сейчас я так думаю что 18 лет иногда кто-то только выбирает да свою свой путь свою дорогу а я 18 лет уже стала преподавателем художественной школы у меня уже были какие-то группы детей достаточно большие вот и я готовил их поступление в художественной школе и уже это у меня была такая программа я занималась то есть к этому времени у меня уже была практика в художественной школе когда мы учились у нас обязательно была практика в художественной школе где мы с детьми занимались писали какие-то планы уроков занятий то есть мы преподавать активно я начала очень рано вот буквально с 18 лет сама была юная и многие мои ученики на самом деле были тоже достаточно юные и в общем то сейчас мы как уже как друзья но тогда да я была преподаватель они были мои ученики в художественной школе я преподавала может быть петербурге кто живет тот знает это школа номер один которая находится на фонтанке недалеко от летнего сада и я занималась у меня были младшие все группы подготовительные были мои это были там ребята начиная с где-то с 6 из 5 лет ну то есть это были дошкольники вот ну и более старый постарше ребята тоже будем были младшие школьники я придумала им различные занятия поскольку это было еще как бы только подготовительная вступительная такая фаза подготовки то есть неважно было их как-то очень развлекать интересно какими-то такими знаниями там перспективами и рисованием натюрмортов такие вот уже что делается позднее в художественной школе я сильно не мучила у нас такая просто нет было даже самое интересное все время придумал какие-то новые темы маленькие дети у них огромная фантазии не честно говоря сама была увлечена потом из художественной школы я ушла и стала преподавать в студии напряжки в студии напряжки у нас там был очень хороший коллектив такой дружеский вот были керамисты то есть было мне не художественная школа по сути там был и класс где дети занимались истории искусств и даже сочиняли там стихи и сказки кабинет графики был с приятельницей занимались живопись живописью рис с ребятами были огромные помещения на чудесная студия она я думаю до сих пор существует она относилась к дому пионеров ну я не знаю как часто называется не пионеры а дом юно творчество юных как-то вот так вот на гражданской улице а сама студия находилась напряжки но напротив дурдома кто знает вот ну само здание сами помещения были замечательные таких на самом деле в городе не так много то есть огромные окна во всю стену то есть специально было построить верхний этаж вот под такую студию и там несколько лет я тоже преподавала почему несколько лет поскольку я все таки хотела учиться дальше и думала учиться я занималась живописью писала картины писала акварелью писала но акрила тогда кстати не было было темпера то есть акрил чуть чуть попозже появился в продаже то я не знаю когда он был изобретен вот писала маслом этюды научиться я хотела я хотела увлеклась керамикой и стала поступать на керамику стекло в мухинская тогда называл в училище но это было высшее учебное заведение сейчас она называется художественно-промышленной академии имени барона штиллеца барон штиллец был богатый человек меценат и до революции я сказала по образцу французской парижской академии он вот выстроил здание с музеем и там вот очень много прикладных прикладных таких кафедр ну что значит прикладных то есть это не классическая академия художеств которая тоже есть петербурге и где которую закончили также много моих сокурсников училище где живопись графика скульптура в таком классическом понимании да там же есть архитектура есть реставрация а это прикладного значения что имеется ввиду здесь с металлом с тканями люди работали со стеклом с керамикой скульптура тоже есть и уже вот в наше время открыли а тоже отделение станковой живописи было моментальная живопись до этого только тоже открыли отделение реставрации книжной графики то есть позднее расширила свои кафедра академия вот и мне было интересно поскольку я живописью занималась вот изучить там керамику или стекло в общем то какой-то материал я нисколько не жалею что сделала такой шаг поскольку действительно вот какие-то такие навыки они у меня как-то сильно все эти материалы меня очень сильно увлекали поскольку я всегда что-то и какими-то аппликациями занималась то есть исключительно живописью я не занималась никогда то есть не какие-то такие части и с тканями что-то я придумываю я даже очень много шила сама придумывала какие-то сядешь то есть по идее может быть я и на модах могла обучиться у меня всегда как-то к этому интерес был но выбор был сделан я училась на кафедре керамики стекла технику витража мы изучали мы и керамикой из раз и лепили тарелки различные техники на глазурная подглазурная роспись даже занимались фарфором ну то есть все что могли в этой теме все материалы техники мы знали поэтому в результате но я могу практически все здесь делать это конечно очень здорово потому что в зависимости от задачи можешь выбирать материал и когда в 2000 году я закончила академию имени штиглица все-таки и уже к этому времени переименовали она стала так называться то ну начался бум вот у нас в россии интерьеров строительство все как-то так постепенно из кризиса стала выходить и я сразу стала заниматься витражами стеклом декоративном и много лет плотно плотно всем этим занималась вот конечно эта работа достаточно непростая то есть тут я выступала и как художник то есть я придумала проекты вот когда ну и и часто как исполнитель но если проект большой конечно для больших витражей было необходимо помощь и других мастеров поскольку делать витражи работа со стеклом больших масштабах но очень такая непростая работа прямо скажем вот вообще стекло вот очень ну понятное дело что это хрупкий материал и порезать ему и можно и вообще с ним работа очень много навыков требует то есть не всегда при приходилось думать только только об искусстве как-то только что-то там красиво изобразишь но и много технических моментов как что-то перевернуть как что-то припаять поднять потом монтировать эти витражи ну если это серьезная опять же работа не декоративные какие-то мелкие штучки так которыми вот сейчас многие любят заниматься то да достаточно сложное ремесло где надо знать очень много всего вот но сейчас я да я практически все время тоже преподавала но это уже были чаще частные ученики дети моих знакомых которые просили подготовить своих сыновей и дочерей то поступлению в училище то поступление выше учебное заведение все ребята благополучно поступали практически ну чему я рада и многие из них уже стали хорошими профессиональными художниками и как-то вот идут творческой тропой по жизни чему я рада ну и живописью я сейчас опять продолжаю активно заниматься то есть накопилось столько такой именно творческой энергии которую хочется воплотить именно на холсты и бумагу вот может быть квитражам к стеклу я вернусь поскольку в мастерской материалов много и как-то ну не знаю может быть иногда когда художник меняет материалы он отдыхает отдыхает от чего-то вот к нему приходит новые мысли новые идеи он как батарейка перезаряжается и может далее опять творите создавать что-то новое не даром вот крупные художники часто не работали с одним материалом если мы возьмем например вот ну я не сравниваю себя с вершинами самыми крупными но у любой опыт мы можем на себя трансформировать то например пикассо он свое время увлекся керамикой расписывал какие-то такие вещи делал марк шагал например стал заниматься витражу там есть дега даже лепил своих балерин да то есть от плоской картины от плоскости вышел на объем вот то есть такие попытки более или менее удачные они были у многих художников просто есть вопрос опять же с материалом просто так начать с материалом например с керамикой работать но все-таки какие-то необходимые знания работы с глиной они нужны просто пикассо оказался рядом где была мастерская был профессиональный гончар до который конечно же ему часто давал практические советы и человек не делал каких-то ошибок это важно вот ну не менее важно это кстати и в живописи если сейчас я чуть подробнее остановлюсь на моментах уже обучения или может быть я это сделаю в другом виде сейчас уже просто разговаривал достаточно долго я скажу что да не всегда достаточно просто взять карандаш и бумагу и то есть если вы уже приступаете например к масляной живописи неплохо конечно знать технику и технологию до любой техники почему это важно ну чтобы потом ваша работа чтобы эта краска не осыпалась чтобы она долгие годы радовала и вас и вашего зрителя или вашего покупателя то есть в первую очередь если вы можете имеете право например раз гильдяйски относиться к себе если вы эту работу делаете для себя так покупателю вы не имеете такого права профессионального что-то непонятное такое продавать что может осыпаться холст может потрещать вы конечно должны здесь уже быть человеком подготовленным и знать как со всем этим нужно работать ну чуть подробнее я это расскажу в другом видео сейчас я рассказала какие-то общие такие вещи как как я стала художником почему я занимаюсь тем или иным и чем я занимаюсь на данный момент спасибо за внимание все все это я записала просто свой голос а просто чтобы не сидеть и не смотреть кадр я сделала подборку своих работ разного периода ну и вот можно через эти работы было увидеть где так как я менялась как я до сих пор возможно скорее даже наверняка еще какой-то свой стиль вообще любой художник имеет право и я сказала должен меняться поскольку человек набирается опыта появляются новые материалы мы многое узнаем о жизни о себе и конечно это должно отражаться в наших работах спасибо с вами была светлана романова подписывайтесь на мой канал до новых встреч